Всем привет! В эфире GameZona, программа о компьютерных играх и виртуальных развлечениях. Сегодня в выпуске. Лучшие рейсинг игры для PC, PlayStation 2 и Sega. Тройка самых продаваемых игрушек недели. Свежие новости из мира виртуальных развлечений. Оставайтесь с нами. Ушла на золото одна из самых ожидаемых консольных игр этого года — HALA 2. Всего неделю назад работники Bungie Studios сообщали, что игра практически готова, а сейчас утверждают дословно следующее. HALA 2 ушла на золото. Мы дописали последнюю строчку пода, дорисовали последний кадр в анимации, озвучили последнее слово в диалогах и дописали последнюю музыкальную ноту. Мы закончили с этим проектом и с уверенностью можем сказать, что HALA 2 поспеет в магазине точно в срок. Вот точно в срок подразумевается 9 ноября — официальная дата релиза HALA 2. Самое время разыграть приз от нашего партнера CD-центра Gigabyte. Целых три диска с последним аддоном к игре Hidden and Dangerous 2 под названием Saber Ace прямо сейчас достанутся одному из вас. Всё, что от вас требуется, — это первым прислать правильный ответ на мой вопрос по SMS на номер 52. Напомню, что услуга доступна только для абонентов МТС. Ну а вопрос такой — в каком году состоялась легендарная Сталинградская битва? Тем, кто не знает, советую проштудировать учебник по истории. Остальным предлагаю посмотреть на тройку самых популярных игр недели. Третье место на этой неделе занимает психологический триллер Silent Hill 4 The Room от Konami. Продолжение ужастика о таинственном безмолвном холме, городе, в который ведут все дороги, где самые отвратительные кошмары находят свое воплощение — городе потерянных душ, где зло не скрывается под маской человеческих деяний. Единственный шанс остаться в живых — разгадать тайну мрачного городка. Колоритные персонажи и неповторимая атмосфера, леденящий душу storyline и незабываемое звуковое сопровождение доставят истинное наслаждение ценителям жанра. На втором месте на этой неделе — Full Spectrum Warrior от Pandemic и THQ. Игра открывает новые возможности тактических шутеров. Собственно, FPS-ом эту игру можно назвать лишь условно. Скорее, это симулятор армейского подразделения. Все, что от вас требуется, — это отдавать команды бойцам. Затем в ход вступает искусственный интеллект, и все дальнейшие действия предстают в виде ролика. Если вам интересен такой оригинальный подход к созданию игр, смело покупайте Full Spectrum Warrior. И поверьте, если вы фанат варгеймов, это лучшая игра, которую можно посоветовать. Высшую награду почета получает на этой неделе Star Wars Battlefront — долгожданный наследник космического эпоса от Pandemic Studios. Пожалуй, самый удачный экшен за всю историю существования серии «Звездных войн». Космические просторы далеких-далеких галактик вновь озаряются яростным пламенем отчаянной борьбы. Ошеломляющие спецэффекты и удивительные панорамы межгалактических баталий заставят прильнуть к экранам даже самых равнодушных. Три галактические эпохи, охватывающие основные события пультовой серии — добро и зло. Что выбрать — решать вам. Все игры, которые вы видите в нашей программе, можно без труда найти в фирменных отделах компании Gigabyte, адреса которых вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Помимо огромного ассортимента игрушек в отделах Gigabyte, вы также найдете впечатляющий выбор софта, музыки и фильмов на DVD. Движемся далее. На улице любителей раллийных гонок снова праздник. Компания WarTalk выпустила в свет новый автосимулятор. Консультантом при создании этого шедевра выступил легендарный Ричард Бёрнс, собственной персоной. Что же из этого вышло — смотрим. В современных раллийных симуляторах уже давно трудно придумать что-то принципиально новое, и уж тем более нечто революционное. С каждой новинкой у создателей остается все меньше творческих задумок. Именно поэтому разработчики из WarTalk сделали ставку на более изощренное техническое исполнение. И не прогадали. Автодебют компании «Ричард Бёрнс Ралли» оказался уникальнейшим симулятором с первоклассной графикой, технической точностью и ошеломляющей физикой автомобиля. Среди нововведений порадовало появление раллийной школы — того, чего так не хватало на протяжении всей истории виртуальных раллий. Изучать азы вождения придется под чутким руководством самого Ричарда Бёрнса и его штурмана Роберта Рида. Не стоит забывать, что игра преподносится как самая реалистичная ралли-игра из когда-либо созданных, поэтому неподготовленным игрокам здесь придется нелегко. Готовьтесь водить по-настоящему. Забудьте про непринужденный драйвинг и автоматическую коробку передач. Аркадного режима здесь просто нет. Здесь все по-взрослому. Представленные машины, конечно, тоже со всех сторон лицензированы и очень реалистичны. Среди них Peugeot 206, Citroёn Exara TX и Subaru Impreza, на которые Ричард Бёрнс стал в свое время чемпионом мира. Всего 8 болидов, проверить на прочность которой нам посчастливится на 36 реально существующих трассах, выполненных с поразительной достоверностью. Любители Eye Candy в накладе тоже не останутся. Специально для них предусмотрена феерическая визуализация повреждений и красивые повторы краш-тестов. Похоже, каждый аспект современного раллийного первенства был тщательно смоделирован, чтобы позволить игроку ощутить себя в роли пилота ралли высшего класса. Если вы все еще грезите о виртуальных лаврах гонщика ралли, то Ричард Бёрнс ралли — это ваш выбор. Если вы не мыслите себя без интернета, советую вам посетить интернет-кафе Plasma. Здесь вы можете получить доступ во всемирную паутину, набрать и распечатать любой текст, воспользоваться ксероксом и факсом. Здесь вас ждет уютная обстановка и грамотный персонал. Интернет-кафе Plasma — отличное место, где вы можете не только поработать, но и отдохнуть. Ну а для постоянных клиентов Plasma предлагает клубные карты и скидки. Адреса и телефоны Интернет-кафе прямо сейчас на ваших экранах. Ну а я жду вас через минуту в блоке игр для видеоприставок. Вы смотрите телевизор, слушаете музыку или работаете за компьютером и никак не можете оторваться. Знаем, вы побывали в Гигабайте. Широчейший ассортимент самых качественных видеофильмов, компакт-дисков, DVD, программного обеспечения и обучающих программ. Новые поступления каждую неделю. Компания Гигабайт. Строители 16, КДМ-маркет. Красноармейский 64, торговый центр Майский. Новоалтайский, Октябрьская, 13. Зайди, засиди. Первые рейсинг-игры появились на свет ещё в начале 80-х, в эпоху игровых автоматов. Выглядели эти игрушки по современным меркам довольно смешно. В 90-е, в эпоху консолей, жанр гоночных аркад получил второе рождение. Предлагаю вам взглянуть на один из лучших рейсингов этой эпохи — игру Lotus для платформы Mega Drive 2. Если в начале 90-х у вас была Sega, то наверняка вы помните игру Lotus Turbo Challenge 2. Игра вышла в свет в 93-м. На тот момент Mega Drive 2 доминировала на приставочном рынке. Новые игры выходили одна за другой, но вот достойных гоночных аркад не наблюдалось. Пока компания Gremlin Graphics не разработала специально для Sega принципиально новый движок. Демонстрацией новых возможностей консоли и стала игра Lotus 2. Итак, в вашем распоряжении автомобиль Lotus Sprint — один из самых дорогих серийных гоночных автомобилей на Земле. Сотни уникальных трасс в десятке локаций, различные режимы игры, включая впервые реализованный на консолях режим одновременной игры двух участников. Картина дополняет и бодрый саундтрек в духе 80-х. Поиграть в Lotus можно и сегодня. Ромы с этой игрой, заряженной ностальгической аурой, свободно доступны через интернет. Всем фанатам рекомендую. Самый большой в городе выбор игр для видеоприставок вы найдете в магазинах компании «Мир Видео Игр». Огромный выбор картриджей и дисков практически для всех ныне существующих платформ. Регулярные поступления свежих игр. Широкий ассортимент игровых аксессуаров от ведущих производителей. Адреса магазинов «Мир Видео Игр» прямо сейчас на ваших экранах. Ну а далее нас ждет знакомство с нашумевшим консольным рейсингом «Драйвер» для платформы PS2. В последнее время жанр автомобильно-криминального экшена достиг невероятных высот. И, надо сказать, достиг не без помощи амбициозных разработчиков из Reflections. Сюжет этой игры повествует о нелегких буднях полицейского под прикрытием. История, наверное, романтикой сюжетов боевиков 70-х. Два полисмена внедряются в автомафию и выводят негодяев на чистую воду. Признайтесь, вы всегда хотели проверить на себе, каково быть копом под прикрытием. Действие игры происходит в Майами, Ницце и Стамбуле. В вашем распоряжении 8 десятков средств передвижения. От мотоциклов и катеров до грузовиков-монстров. Все возможные и невозможные виды вооружения. Пистолеты, пулеметы, дробовики, винтовки, гранаты и так далее. Арсенал спецназа в полном объеме. Что и не говори, а подвигнуть нас на покупку игры Atari старается всеми доступными средствами. Разработчики даже пригласили на озвучивание ведущих ролей в «Драйвер» звезд Голливуда. Майкла Мэтсена, Микки Рурка, красотку Мишель Родригес и панк-рокера Игги Попа. Согласитесь, актеры, которым не впервой сниматься в кино и озвучивать фильмы, смогут сделать игру, подобную «Драйвер», только лучше. Немного огорчает то, что «Драйвер» построен в виде линейной последовательности миссии. Некоторые затруднения способны вызвать и модель управления персонажем. Вам придется изрядно попотеть, тренируя мастерство вождения на запруженных городских улицах и стрельбы из окна учащегося автомобиля. Вам предстоит погрузиться в пекло, где нет никаких законов. Как? Вы давно об этом мечтаете? Тогда смело приобретайте «Драйвер». На сегодня все. До встречи через неделю. Пока.